а здрасте всем друзья привет и мы продолжаем нашу карьеру на свапе я извиняюсь я немножко приболел поэтому ролики не выходили и возможно сегодня я буду грустным унылым но вы поняли вроде уже немного очухался поэтому погнали в общем-то играть в прошлой серии друзья мы с вами построили новую базу я в общем-то перегнал сюда всю технику здесь все подровнял все стало красивенько сейчас вот этих вот горочек никаких нету ну то есть небольшие горочки есть но все сглажено все красиво короче у нас тут стоит большой навес с комбайнами там шаточки лежат правда вот эти жатки которые на прицепах они того еще здесь керхер стоит который случайно сюда поставил моего сегодня снесем к херам собачьему и конечно же собачка здесь у нас стоит собачья будка правда она вся в траве поросла короче может траву отсюда выкосить херам просто и все ну да ладно то он дальше у нас стоит хреновина для извести еще пара мест есть в гаражах пустых а так в принципе все забито так что нынче у нас будет вот такая вот база ладно друзья погнали работать значит друзья что у нас происходит на нашей любимой ферме на нашем большом поле растет кукуруза и возможно я об этом пожалею сегодня мы ее сейчас собираем насечку сечки будет капец как до хрена это все дело у нас пойдет на силу со разумеется может быть даже ямы за забью а может быть через ферментатор не знаю скорее ферментатор конечно с ним вот вальтера работают и вот они одну проходку сделали и уже прицеп набился то есть сечки здесь будет прям очень до хрена если вам даже не хватит на нее место поставим обычный лексион наш и соберем эту кукурузу на зерно никаких проблем в общем то с этим нету ну и убираться это дерьмо конечно будет просто капец как долго но я думаю ничего страшного мы никуда не торопимся лужайку друзья мы сейчас косим на травку в смысле просто собираем траву там короче ездит джесси бишка собирает ее они в принципе это быстро все дело сделают и когда они закончат я эту джесси бишку поставлю в помощь возить силос потому что этот прицеп может еще и сечку возить то есть до возить сечку неважно они тогда возить это все дело будут вдвоем так как мы планируем выходить в коровок то трава нам понадобится как в трава и переделать в силос у меня нет никакого желания пускай будет запас именно травы на седьмом поле о чем я тоже сильно пожалею растет свекла на будущее когда у нас появится сахарный завод если он конечно появится мы сейчас соберем здесь свеколки правда ее собирать нечего нас есть трактор который вот ждет своей работы джонник здесь на готове сидит а вот комбайна нету поэтому погнали в магаз берем друзья в аренду не хочу покупать не думаю что он нам сильно нужен поэтому берем в аренду свеклоуборочного такой вот замечательный комбайн он немножко модовый там чуть-чуть больше бункер и в общем то он теперь оранжевый такой весь красивый 27000 в аренду его стоит взять и конечно же ржаточка которая предназначена для свеколки мы ее тоже берем в аренду за 5000 ну и вот такая вот хреновина в общем то у нас тут появилась до сих пор от не переделали вместо спауна поэтому приходится то ли вот так вот делать то ли ну мне проще вот так вот делать конечно короче перегоняем это все дело на поле и ставим в работу а но вроде работает он конечно мне по вымораживает немножко нервы это свеклоуборочная хреновина и я 500 часов будет это все дело убирать но один раз помучаемся и все и перестанем количество урожая хрен показано надо сначала скосить да ну и ладно в общем то пускай работает будут они скорее всего нас отвлекать на свои какие-то проблемы да ничего страшного а еще знаете друзья какую приколюху я нашел лазил я тут до вечи по аналитике своего канала и увидел что подавляющее большинство зрителей смотрят ролики не подписавшись на этот сраный канал чё ж вы лентяи то такие то нажмите короче на красную кнопочку и и на колокольчик и присылать вам все уведомления и не пропускайте видосики вы чё ладно не будем о грустном мы по-моему в позапрошлой серии запустили наш любимый пивзавод и он уже забился до конца поэтому нам нужно вывести отсюда пивасик и продать его для этого у нас есть вот такая замечательная скания супер прицеп чекам и давайте глянем во первых куда нам надо везти пиво универсам 1 сейчас самая высокая цена и она типа падает универсам 1 это вообще где у нас есть рядом универсам 2 я думаю что мы отвезем именно на универсам 2 который находится вот здесь рядом поближе потому что универсам 1 на другом конце карты и мне откровенно впадло туда его вести я думаю вам тоже было бы откровенно впадлу поэтому создаем поддоны загружаемся и погнали это все дело ввозить и продавать что около 90 тысяч мы получаем за один прицеп всего их у нас будет 5 так сюда это не лавандовое масло но ничего тоже в принципе неплохо внезапно я тут узнал что в одном поддоне с пивом не два куба как обычно один соответственно пиво здесь поддонов чуть чуть больше чем лаванды мы возили и пришлось больше раз съездить короче вот такой вот изумруд свапа мать ее премиум пивас короче местные алкаши будут вообще счастливы странно что пока я это все дело возил его здесь не порастаскивали короче продаем все это дерьмо и зарабатываем еще 900 тысяч примерно по моим подсчетам плюс-минус а а и ну и что ж друзья на балансе теперь 2 217 вполне себе неплохо не лаванда конечно но но все же плюс кстати можно еще шквас будет запустить поэтому тогда будет как лаванда примерно профит от завода насколько я понимаю но ну да ладно курс play падла как же ты меня бесишь короче друзья у нас забавился курс play и мы вернулись самое начало серии и хороший вопрос теперь хватит ли нам бабла на то что я собирался купить потому что сейчас опять переделывает то что я сделал мне откровенно впадло серию надо записать я уже потом все это сделаю а хотел я купить друзья теплички и фруктовый сад а по-моему теплицы кстати копейки стоят до 144000 мы покупаем теплички и покупаем фруктовый сад который стоит 648 тысяч ты тыщ будем с вами добывать фрукты и ягоды смотрим что нужно для работоспособности всего этого дерьма теплицы здесь у нас есть три цепочки выращивания клубники малины и красные смородины сюда нужен навоз вода поддоны и упаковка упаковка это прямая картон твою мать навоз а я почему-то думал что компостом мы справимся сколько стоит навоз 56000 нет значит сегодня без тепличек коровки друзья в следующий раз поставим значится друзья у нас фруктовый сад сюда нам нужна вода удобрения навоз компост компост у нас есть соответственно те же самые поддоны и тот же самый картон яблочки абрикосы сливы у нас там будут соответственно погнали все это дело заполним туда опять-таки берем нашу любимую сканию которая опять здесь припарковано и друзья как а кстати знаете что мы сделаем мы воспользуемся супер модом follow me до значится смотрите цепляем к этой скани а вот эту вот штуку той падла вот вводим ее вот сюда вот стой падла и берем другую сканию х и к ней цепляем бочку как бы это странно не звучало да кстати воду можем набрать прямо здесь поехали это и сделаем сразу же наша бочка для воды тут где-то рядом есть маленькая лужа и там можно набирать в воду вон она кушплею отсюда вряд ли будет возить зато она быстро набирается что меня тоже в принципе радует вот молодым сейчас выставим эту штуку на фолом и и возьмем еще джесси бишку с прицепом для того чтобы компоста туда набрать и сейчас мы за раз короче все отвезем все запустим вот такой вот я молодец гениальный план у меня созрел да ты окска не цепляем тебя и отставать давай и на 50 метров и еще нам нужна джесси бишка с прицепом который будет возить компост компост у нас благодохренища я его не продавал так один прицеп я уже вывез ну и ладно значит зелененький цепляем вот так вот и теперь с конью вот эту цепляем на фоломи это же отставать на 50 на на 55 пускай будет и в общем то едем за поддонами погнали только четко не которая белая не хочет ехать больше десяти километров в час потому что у нее почему-то стоит этот самый круиз-контроль на десятке стоял тоже странный баг который до сих пор в игре не пофиксили зато добавляют dlc-шки которые никакой пользы не несут и стоят 7 сраных баксов ну да ладно ныть мы не будем поехали за поддончиками для те кстати кто думает что я тут ною то что я молоды использую и круиз-контроль забавился это со стандартным наймитом такая же херня кстати так что не надо мне тут честно говоря не знаю как мы отсюда выберемся но как-нибудь выберемся соответственно вот наш столярный цех тут еще осталось немножко поддончиков сейчас мы их будем возить нам нужно 10 штук пока что упс включаем подбор на скане и сейчас мы 10 штук ручками погрузим давай создать 6 штук чтобы они не валялись просто на дороге чтобы все было четенько 2 есть 3 и готов 4 залетел пятый тоже на кузов и 6 создаем еще четыре штучки и их тоже грузим на сканию 2 3 давай заскакивай последний хоп и готова отлично теперь все это кодло везем на нашу картоновую фабрику фабрику картона производства в общем то нам нужен картон поэтому ох сейчас я заколебаюсь их отсюда вытаскивать мне кажется они слушайте нормально проехали в общем-то едем на картон прибываем на картоновую фабрику и в общем-то скане у нас паркуется здесь примерно рядом здесь внутри этих самых три поддона и так стоит картона у нас прилично меня это радует давайте это тоже сюда загружаем стивом водичка подъехала стоишь дим так надо еще шесть штук и еще одну штуку да вот такая вот простая математика я не могу сказать цифру 7 но я такой что поделать так загружаем и еще один нужно создать все последний полез и теперь погнали за последним ингредиентом это компост который мы повезем прямо вот здесь вот в кузове нашей любимой джесси бишки так что погнали компот мастер кстати у нас шуршит вовсю потому что я туда еще привез кучу всяких отходов солому обычно я сюда солому привез и биогаза забил то общем-то ресурсов всего хватает давайте-ка подъедем загрузимся компост его до хрена его и это самое нужно до хрена в принципе до работать возить это все будет довольно долго ну да ладно мы как обычно ж никуда не торопимся загружается он падла тоже долго в общем-то у нас все готово погнали это все дело отвезем на фруктовый сад ну и здравствуй здравствуй фруктовый садик соответственно заполняем его ресурсами да успокойтесь вот там чего так влетаете то соответственно компост нужно выгрузить вот сюда здесь теперь не так как раньше не надо под каждое дерево все это дело кидать все теперь замечательно просто автоматизируется выгружаем в общем-то компост его сюда надо очень до хрена его нужно миллион у нас в принципе его столько есть поэтому я его забью полностью воды кстати тоже нужен миллион и по 100 кубов всяких других ресурсов отгоняем в общем-то джесси пишку и берем нашу оранжевую сканью потому что в ней лежат поддоны и и картон чем это все дело поедем выгружать тут у нас вода вот там у нас картон и соответственно поддоны так с картон пошел поддоны тоже пошли все как-то не прям так как надо нормально выгрузилась еще вот так вот мы отъезжаем и все это дело у нас тоже теперь есть осталось только вода водой у нас тоже все просто мы сюда уже привезли все за раз такой-то я молодец она у нас хранится в резервуаре правда почему-то она типа уже есть но да ладно меня это не сильно смущает выливаем воду и соответственно у нас пошло производство правда ну да кстати заполнить мы это все дело тоже можем по миллиону каждых ягод и это прям круто не знаю будем ли мы их продавать они у нас потом потребуется на хлеб заводе если мы забьем раньше полностью все это дело чем хлеб завод у нас появится то мы разумеется и будем продавать и пустошать а если нет то они пойдут туда на производство медленно и 2000 литров в час я боюсь что мы не забьем полностью продукцией а потом еще вывозить отсюда тоже тот еще геморрой будет я люблю геморрой поэтому вы поняли в общем то друзья на этом я эту серию закончу добро пожаловать у нас будут фрукты ягодки чуть попозже что-то я провафлил этот момент кстати вон яблочки лишь что-то появилось короче на дереве прикольно прикольно причем только на одном почему-то но да ладно видимо потому что мало компоста воды там вот этих всех ресурсов я думаю это это от этого зависит короче говоря не подкупитесь пожалуйста на лайк а то я тут больной с этим сраным курсплеем боже мой он меня бесит я все равно продолжаю играть в это дерьмо и пишите какие-нибудь комментарии я люблю читать всякие комментарии и как я уже говорил не забывайте подписываться на канал потому что потому что так вы сможете не пропускать новые ролики до примерно так это работает всем в общем то друзья огромное спасибо за просмотр с вами был никита делой всем всего доброго пока пока а а